Здравствуйте! Есть вот такое интересное устройство. Внешне оно очень похоже на радиостанцию. Сбоку даже есть кнопка, похожая на кнопку ПТТ. Сверху есть антенна, подключающаяся разъемом СМА. Но это не радиостанция. А что это такое, я расскажу вам в этом видео. Несмотря на такое внешнее сходство этих устройств с обычными радиостанциями, в привычном нам смысле слова радиостанция, с помощью которой можно разговаривать, эти устройства не являются. Но все же они предназначены для передачи информации по эфиру, как несложно догадаться, по наличию на них антенны. Эти устройства предназначены для того, чтобы обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями между смартфонами в том месте, где нет сотовой связи, где нет интернета, где нет Wi-Fi, где нет никакой другой связи. С помощью таких устройств можно передавать сообщения с одного смартфона на другой. Продаются эти устройства парами, то есть комплектами из двух штук, но прежде чем я вам расскажу о том, как ими пользоваться, несколько слов о том, что входит в комплект поставки. Продаются они в упаковочной коробке, внутри которой находится небольшой кейс, содержащий два устройства. Устройство и антенны уложены в специальные ячейки в кейсе, и кроме них в комплект входит еще только USB кабели для зарядки и инструкция. Ни в инструкции, ни на самих устройствах не указан диапазон рабочих частот, но на антенне написано 446 МГц. Итак, с помощью устройств PowerTalk можно обмениваться между смартфонами голосовыми и текстовыми сообщениями, находясь где-то в полевых условиях, в лесу, в горах, там где нет вообще никакой сотовой связи, нет интернета. При этом смартфон можно использовать для передачи информации. Естественно, можно использовать более чем два таких устройства, это продаются они комплектами по две штуки, а так можно обмениваться сообщениями в большой группе. Ограничение по количеству устройств я нигде не видел. Так каким же образом можно обмениваться сообщения с помощью таких устройств? Чтобы это делать нужно установить на смартфон приложение, ссылка на скачивание приложения есть на QR-коде, дающемся в комплекте с этими устройствами. Устанавливаем приложение, привязываем по Bluetooth наше устройство к смартфону и соответственно можно с другим таким же смартфоном, имеющим привязанным другое такое устройство обмениваться сообщениями. Как я уже сказал, таких устройств может быть больше, чем два, и в телефоне смартфоне можно в контакт-лист добавить разное количество друзей с такими устройствами и передавать им сообщения, как голосовые, так и текстовые. Сами эти устройства обмениваются между собой в диапазоне 446 МГц, как мы с вами выяснили, увидев такую надпись на антенне. Ну я собственно с помощью приемника проверял. Действительно в диапазоне 446 МГц в диапазоне ПМР эти устройства излучают короткие цифровые пакеты. В этих пакетах содержится информация передаваемая со смартфонов. Отдельно от смартфона между собой эти два устройства связаться не могут, то есть они не предназначены для использования в качестве радиостанций. То, что здесь на лицевой панели мы видим некое подобие решетки для громкоговорителя, это декоративная решетка, никакого громкоговорителя и микрофона там внутри нет. Я вам покажу, как они внутри устроены. Отправляясь куда-то в путешествие, в поход, современный человек в любом случае уже берет с собой смартфон. Это уже стало нормой. Все всегда ходят с этими смартфонами. И вот в той местности, где нет сотовой связи, где нет интернета, можно обменивать сообщения с помощью подобных устройств. Устройство имеет собственное автономное питание. Внутри есть аккумулятор литиевый, который можно заряжать от USB зарядки. На корпусе устройства под заглушкой есть два USB разъема. Один из них microUSB предназначен для того, чтобы заряжать само устройство. А второй разъем, обычный полноразмерный USB, предназначен для того, чтобы использовать это устройство в качестве пауэрбанка. То есть от его встроенного аккумулятора можно заряжать аккумулятор вашего смартфона. Обычно смартфоны работают не очень долго, автономно. И вот это устройство можно в том числе использовать и как пауэрбанк. USB кабель, которых комплекте дается две штуки, можно использовать как для зарядки самого устройства от USB адаптера, так и для зарядки смартфона от устройства как от пауэрбанка. Заявленная емкость и аккумулятор в этом устройстве PowerTalk 6 Ач. На корпусе устройства есть всего два органа управления. Это две кнопки. Одна кнопка расположена на верхней стороне, предназначена она для включения и выключения питания. Также на ней имеется светодиод, который показывает статус работы устройства. Долгое нажатие этой кнопки это включение питания устройства. Сейчас он включится. После включения достаточно часто начинает мигать светодиод. Это означает, что устройство включено и готово к обнаружению его по протоколу bluetooth на смартфоне. После того как устройство будет привязано к смартфону, мигать оно будет очень редко, как вот этот вот, например, девайс у меня мигает. Вторая кнопка расположена сбоку корпуса на том самом месте, где у всех радиостанций располагается кнопка включения передачи. Но в данном случае эта кнопка выполняет другие функции. На ней даже написано три буквы SOS. Это кнопка передачи экстренного вызова, так скажем. Если эту кнопку нажать и удерживать долго, то ваш комплект, вот это вот устройство плюс смартфон, определит координаты с помощью GPS приемника в смартфоне, естественно расположенного, а не в этом устройстве, и передаст всем находящимся в зоне видимости устройством сообщение с координатами, с сигналом SOS, так скажем. То есть если у вас что-то случилось, нажимаете эту кнопку долго держите, то ваши координаты передаются на все такие устройства, которые есть в зоне видимости, и у них появится сигнал на смартфоне, естественно, о том, что пришло экстренное сообщение. Мобильное приложение PowerTalkie выглядит так. В нем есть меню настроек, в котором в том числе осуществляется привязка устройства к смартфону. И в нем есть режим отправки сообщений, где можно отправлять как голосовые сообщения, нажав и удерживая кнопку на смартфоне, так и текстовые сообщения. В общем-то отправка текстовых сообщений почти не отличается от любого другого мессенджера. Перевод мобильного приложения на русский язык мягко говоря сыроват, но зато приложение само определило, что в моем случае нужно включить именно русский язык. А теперь давайте посмотрим, что находится у этого устройства внутри. На задней стенке корпуса есть 10 миниатюрных винтов, от винти в которые мы можем снять эту заднюю стенку. Видим аккумуляторную батарею и печатную плату. На аккумуляторной батарее двухсторонний скотч, которым в том числе тоже держится задняя стенка. Снимая ее надо это учитывать. Основная часть монтажа выполнена с другой стороны печатной платы. Здесь есть два радиочастотных модуля, один для работы по системе Bluetooth, другой для работы в диапазоне 446 МГц. Оба эти модуля находятся под металлическими экранами, но с Bluetooth модуля экран я снял. На лицевой стенке корпуса никакого громкоговорителя с микрофоном нет, зато тоже есть двухсторонний скотч, к которым хорошо приклеиваются металлические экраны платы. Интересно использован разъем СМА в этой конструкции. Он не имеет паяющихся контактов, он не припаян к плате, а закреплен на корпусе. А на плате имеются пружинные контакты, которые при сборке прижимаются к этому разъему. Выходная мощность передатчика этих устройств на 446 МГц заявлена 2 Вт, измерить реальную мощность достаточно сложно, так как передача происходит короткими импульсами цифровых пакетов и большинство измерителей мощности, как с цифровой индикацией, так и со стрелочным прибором, просто не успевают измерить эту мощность. Отправка сообщений текстовых и голосовых возможно как персонально одному контакту, так и целой группе контактов, то есть возможно обмениваться сообщениями с помощью этих устройств почти как в радиоэфире, то есть один человек передает сообщение, а целая группа абонентов получает это сообщение. На самом деле всё не так сложно, устанавливаем приложение на смартфон, привязываем по bluetooth устройство и можно отправлять сообщение. Сейчас я вам покажу, как это все работает в реальных условиях в полях. Нахожусь далеко в лесу, как получаешь мои сообщения? Алексей, слышу тебя хорошо, сообщение получил. На сайте PowerTalk заявлена дальность действия этих устройств 5-8 километров, но я думаю, что на самом деле дальность очень сильно зависит от местности и в густом лесу больше километра вряд ли можно ожидать дальности от этих устройств, но с другой стороны где-то с горы на гору, я думаю, легко и 20 километров они пробьют. Ссылка на сайт производителя устройств PowerTalk есть в описании к видео. Спасибо, что смотрели это видео. Пишите комментарии, смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.